Добрый день, спасибо, что вы все собрались, надеюсь, с интересными вопросами. Хотел бы представить Александра Боричалова. Я думаю, что он о себе расскажет сам. Сейчас прицепим петличку. Есть вот здесь микрофон? Александр, у нас прихановцы славятся такими очень хорошо поставленным голосом, поэтому с последних рядов, я думаю, что всем будут слышны вопросы, правда, ребята? Поэтому не бойтесь напрячь связки и задавайте интересные вопросы, вступайте в дискуссию. Спасибо. Начинаем? Спасибо за приглашение. Давайте, поскольку у нас времени не так много, я предложу некий формат, вы выберите, в каком формате мы будем общаться. Я вкратце представлюсь и, наверное, начнем либо вопросы-ответы, либо будем оппонировать друг другу. Может кто-то захочет в формате батл, зададим темы, выходите и будем друг с другом спорить. Поэтому выбирайте, а я повторюсь, пока представлюсь. Бричалов Александр. Ну, в общем, про что? Ну, наверное, в первую очередь предприниматель. Большая часть моей жизни была посвящена бизнесу. Основные такие проекты – это Юниаструмбанк. Было крупное фермерское хозяйство на Кубани, логистические центры, консалтинговые компании. В настоящий момент я операционным управлением не занимаюсь своих проектов, занимаюсь общественно-политической деятельностью. Поэтому второй пункт моей карьеры, жизни – это общественно-политическая деятельность. Я являюсь секретарем общественной палаты Российской Федерации и сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта. Ну и третье – это спорт. Наверное, уже между любительским и профессиональным я занимаюсь триатлоном. Кто не знает, поясню. Это три вида спорта в одном. Это плавание, велосипед и бег. Есть такая пиковая дистанция в триатлоне, называется Ironman. Я ее покорил два раза. Это надо проплыть 4 километра. 180 километров проехать на велосипеде, 42 километра пробежать. Вот три основных темы, на которые можно сегодня общаться. Ну если про бизнес, наверное, всем понятно. Про триатлон я расшифровал. Хочу спросить, кто знает, что такое Общественная палата России и что такое Общероссийский народный фронт? Никто? Общероссийский народный фронт – это объединение, вообще политические комбинации. Когда начинаешь заикаться, говори «Екатеринбург» – проверочное слово. Тогда получается. Что это еще раз? Объединение партии и общественные комбинации. Классно. Это не так. Ну давайте вкратце про ОНФ, лидер Общероссийского народного фронта, президент страны Владимир Владимирович Путин. Есть три со-председателя. Я, Станислав Сергеевич Говорухин. Кто знает, кто такой Говорухин? Режиссер. Здорово. И Ольга Тимофеева, журналист из Ставрополья. Эта организация не объединяет ни в коем случае никакие партии. Персонифицированное участие. Надпартийная настройка. Туда входят разные люди. В первую очередь люди не организации, не бренды, а люди. Представлено около 22-23 партий. Поэтому работаем мы практически со всеми. Ну, за исключением Парнас и Яблоко. По понятным, наверное, причинам. У нас принципиально разные с ними взгляды. Мы все-таки поддерживаем движение президента, поддерживаем лидера. Они что-то другое поддерживают. Это про народный фронт. Может быть, я не знаю, вы слышали. Есть такие проекты за честные закупки, борьба с коррупцией. Есть проект мониторинг исполнения указов президента. Это все, чем занимается ОНФ. Общественная палата тоже никто не знает, да? Я счастлив. Есть о чем поговорить. Общественная палата России уже 11 лет. В июне будет. Я ее руковожу 2 года. До этого, с самого первого созыва, руководил великий наш ученый Евгений Павлович Велихов. Замечательные люди входили в состав общественной палаты. Это и Лео Бакерия, и Райкин, и Дроздов, и Диана Огурская. Ну, могу много перечислять своих коллег. Ну, в общем-то, если простым языком, что делает общественная палата, помогает гражданским активистам, людям с инициативами, в реализации этих инициатив. С территорий, с малых городов, да, неважно, со всей страны. У нас, я считаю, что здорово получается, но сложно будет сейчас рассказывать какой-то экскурс про УНФ и общественную палату. Надо, наверное, все-таки погрузиться. Либо через вопросы и ответы. Ну, в общем, я вкратце представился. Теперь я могу долго говорить, но не думаю, что это правильный формат. Если есть вопросы, давайте вопросы-ответы. Мне сказали, что здесь лучший бизнес-инкубатор. Для меня это, в общем-то, всегда такой бальзам на душу, потому что я очень-очень-очень сильно сопереживаю за бизнес в России и считаю, что предприниматели, несмотря на то, что я сейчас общественный и политический деятель, я считаю, что предприниматель – это лучшее, что может случиться с человеком. Абсолютно искренне. Может быть, поговорим на тему бизнеса. Ситуация, на мой взгляд, в стране классная. Это я, не для того, чтобы посмеяться, абсолютно искренне считаю. Я считаю, что вот как человек развивается, когда выходит из зоны комфорта. То есть Ironman в триатлоне ты не сделаешь, если будешь всего лишь 10 минут утром зарядку делать и так далее. Надо очень много трудиться. Вот сегодня в 7 утра я уже катал 3 часа на велосипеде. И сегодня еще будет большая беговая тренировка по 26-28 часов в неделю. Это для того, чтобы удачно выступить. У меня будет старт 31 июля в Голландии, в Майстрихт. Я постараюсь отобраться на чемпионат мира. Каждый день выходишь из зоны комфорта. Но при этом в 42 года бежать по 3.20 марафон, плыть 4 километра за час – это здорово. Если бы мне кто-то об этом сказал 5 лет назад, я бы не поверил. Поэтому, возвращаясь к экономической ситуации, я действительно считаю, что ситуация классная, потому что мы вышли из зоны комфорта. Санкции – это прекрасно для развития предпринимательства, для развития страны. Считаете ли вы так же? Давайте, например, на эту тему поговорим. Если у кого-то есть что-то сказать против или задать вопрос. Можно я позвольте, это первый вопрос, такой экскурс о том, что мы такие и почему про бизнес. На самом деле, я думаю, что многие здесь присутствующие знали, что такое НФ и что такое общественная палата, чем занимается опора России. Просто стеснялись сказать, стеснялись спросить, может быть, побоялись быть неправыми. Я думаю, сейчас ребята разогреются. Уровень занятости, я думаю, что высокий. И ваш уровень занятости в целом, наверное, в свободном времени много не бывает, учитывая количество командировок, количество проектов и задач, которые требуются решить. Многие для себя делают такую отговорку, когда не очень хотят заниматься спортом или боятся подойти к каким-то таким сложным дистанциям, что нет времени тренироваться. То есть нет у меня времени, нет у меня сил тренироваться и так далее. Ну, с одной стороны, вот я на себе просто испытывал, я после 50 километров на велосипеде потом попробовал 10 пробежать, но ноги первые какие-то там 100 метров, 200 метров не идут вообще. Поэтому как к таким результатам в условиях сложной занятости можно прийти? Какой секрет успеха, которым можно поделиться, допустим, что ребята занимались спортом активно и были активны и в политической жизни, и в бизнесе? Спасибо за тему. Я не раскрою никаких секретов. Я ничего такого не ем, не курю. То есть все, в общем-то, наверное, в той же системе координат, как и вы. Только вот смотрю, парень сидит в телефоне. Нет, нет, потому что продолжай. Я просто объясню, откуда резерв. Вот если посчитать, сколько в соцсетях или в интернете проводим времени, ну точно так, скромно. Меня замечать получается. Час-полтора в день на тренировке или на обучение, на что-то можно найти, это 100%. А у некоторых и больше у меня племянница, я как не зайду в WhatsApp ей что-то написать, но утром обычно и вечером, она постоянно подключена. То есть захожу вечером в Instagram, она там была 2 минуты назад, еще там вот такие ленты, знаете, как там лайкают, да? Просто все лайкает. То есть это первое. Ну, в общем, с временем проблем на самом деле нет никаких. Если ты едешь в поездку, у меня насыщенные поездки, но всегда можно найти время для того, чтобы сделать тренировку. Ну, речь не только про тренировки. Мы же много чего также себе объясняем, что не успели там кому-то помочь, выйти на субботник или там участвовать в волонтерском движении, потому что нет времени, учимся, работаем и так далее. Ерунда полная. Время найти можно точно. У меня еще, я там борюсь за эффективность, за личную эффективность. Вот мой пресс-секретарь здесь, Володя Перельмут, он не даст соврать. Когда я кручу, у меня тренировка на велосипеде, я себе в подвале сделал там, мусор убрали в общественной палате, поставил туда станок. Я провожу совещание. У меня тренировки большие, там 4-5 с половиной часов. Вот. В эти дни по всем направлениям, все проекты мы сделаем прекрасное совещание, то есть мы совмещаем. Сложнее тем людям, у которых с утра до вечера, там у станка, в шахте, на поле. Мой отец, он обычный был строитель, каменщик, то есть он никакой не руководитель, он всю жизнь строил людям дома. Вот. И вот ему найти было время действительно очень тяжело. Рано-рано уходил и поздно вечером приходил. Дедушка мой 32 года работал в шахте. Сложно себе представить, что он после смены в забое вышел бы и там 21 километр пробежался. Поэтому нам, я считаю, грех жаловаться и вам, и мне тем более. Есть все возможности для самореализации, еще раз повторюсь, не только в спорте. А знаете, ну, когда мне дети мои задают вопрос, вот зачем тебе это, они уже достаточно взрослые, по 16 лет. Вот для меня нужен какой-то вызов. Вот я не могу пребывать, там, Юния Струмбанк, это был вызов. Когда мы начали заниматься им, он был там, банк пигмей, какой-то там, в четвертой сотне, один филиал, один офис, доп. офис. И это были амбиции, при том, что уже гремела Альфа, уже был аннексим, это были амбиции сделать банк из 50-ти. Когда мы там с партнерами сидели, обсуждали, значит, за бокалом вина, это выглядело так, ну, понятно, сейчас еще рюмку выпьем, а почему бы нам не замахнуться на Вильяма нашего Шекспира, да? В десятку хотим войти. Нет. Получилось, мы, когда продавали банк, были 47-ми. То есть нужен вызов. Да, под вызов надо выходить из зоны комфорта, надо очень много трудиться. Ну, по крайней мере, у меня не получалось так. Проснулся, нарисовать карандашом какую-то идею, отнести, поднять 10 миллионов долларов инвестиции. Через неделю у тебя уже стоит 100 миллионов долларов, там, ну, как в фильмах бывает. У меня такого не было, приходилось очень много работать. Поэтому триатлон, айронмен, он из той же категории вызовов. Когда я первый раз услышал, у меня очень хороший товарищ есть, вы наверняка читаете книги, я надеюсь, по крайней мере. Есть издательство Ман Иванов Фербер. Вот Миша Иванов, мой приятель, мы по рабочим вопросам встретились с ним пообедать. Я вон заходит, я смотрю, он так похудел сильно, я говорю, слушай, а ты чего вот? А я уже слышал про триатлон, но для меня это было безумство. Четыре километра плыть в открытой воде, потом 180 ехать на велосипеде, после этого сразу бежать 42, ну, это, я спортом занимался, играл в футбол, но на слух это воспринимается ужасно. Я для себя так поставил крестик, ну, что-то там свербило в голове. Он говорит, я готовлюсь к айронмену. Ну, все, если, значит, человек, которого я знаю, он такой же, как и я, может, значит, и могу я. И, конечно, это невероятное счастье, через муки пройти тренировок, там, сомнений, там, разочарований и финишировать, ну, в общем, это того стоит. Это самооценка, это мотивация, она во всем потом распространяется, это как вирус. Если ты смог сделать банк, который оценили больше, чем полумиллиарда долларов, а если ты смог пройти айронмен, то ты можешь, у меня тоже, когда я начинал, сказали, сука, общественная палата, я понятия не имел. И когда мне говорили, значит, партнеры с администрацией, мы разговаривали с Владимиром Андреевичем, я говорю, слушать, какая-нибудь другая задача, потому что я не понимаю, что такое. Нет, не слышал и не знаю. Ну, а, оказывается, тоже вызов. И я считаю, что мы с ним справляемся, если мы тысячам людей помогаем в реализации их инициатив, особенно из таких мест, как остров Итуруп, там деревни, села, где совершенно другая жизнь, ну, то, значит, с вызовом этим тоже потихоньку справляемся. В общем, долго отвечаю на не вопрос, а на такую вот, на тему. Времени для большой цели, для амбициозной цели можно найти всегда. Было бы желание. Как, там, тот, кто очень хочет, он находит возможности, тот, кто нет, ищет оправдания. Поэтому здесь не вижу никаких проблем для того, чтобы найти время для тренировок. Ну, как это надо ставить амбициозные цели, да, и к ним методично идти и их достигать. У всех по-разному. У меня есть двоюродный брат, он, мы очень близки с ним. Он, вот у него совершенно другая стратегия. Он его бесит, я его всегда раздражаю, когда-то с какой-то новой, там, инициативой и так далее. Он очень любит в таком комфортном формате жить, у него что-то получается. И это действительно классно. Он себя чувствует абсолютно комфортно, значит, знает, во сколько он проснется, во сколько он уснет. Ну, если там друзья не придут и так далее. Это тоже здорово. То есть я не говорю, я не претендую на то, что, слушайте, вот сейчас мы закончим разговаривать, пойдем все бегать. Значит, нет, конечно, ни в коем случае. Каждое свое видение в этой жизни. Но вот для меня лично вызов должен быть для того, чтобы какую-то мотивацию что-то делать, это поддерживать. Я возглавлял опору России, есть такое бизнес-объединение. И получил в свой адрес море критики от коллег-предпринимателей. Я действительно считаю, что бизнес-план в обмен на 300 тысяч это не очень эффективно, за исключением одного «но». Вот Татарстан, как субъект Российской Федерации, в тех программах, о которых мы с вами говорим, он достаточно, этот регион, эффективен. Почему? Есть желание и жесткий контроль. Желание, значит, главы, желание его команды и жесткий контроль неангажированным общественным советам. Я знаю, как там реализуется программа «Лизинг-грант» и другие программы. Это все реально. А к огромному сожалению, я не раз об этом говорил, в России одна из проблем – это дефицит сильных кадров на муниципальном и региональном уровне. У нас 24 тысячи муниципалитета. Я с трудом наберу 10%, то есть 2-2,5 тысячи глав муниципальных образований, которые захотят и понимают, как развивать предпринимательство. Это большая беда. Я не всех 85 глав субъектов поддерживаю в их работе в направлении развития предпринимателей. Мягко говоря, корректно скажу сейчас. Это когда я буду руководить им опору России, я жестко выражался, а сейчас я должен уже… Главное ли вы. …пишет толерантности, да. Вот. У нас есть регионы, где бизнес исключительно, вот как источник бесконечного дохода, личного и бюджетного. Но вот пункта, да, помочь, вот в этой функции совсем нет. Поэтому все зависит от человека. А что касается глобально, я никогда не получал никакие субсидии. Никогда в жизни. У меня родители очень скромно жили. Мама служащая, я союз в печати, папа, я уже сказал, строитель, машина появилась в 94-м году, значит, и у меня и у отца одновременно. Но я бизнесом занимался в военном училище уже. Вот. Я помню, как я взял кредит, первый был 68% годовых. Когда у меня сейчас такой стон идет по регионам. Как это так? 18-22% это же неподъемные деньги. Действительно кредиты дорогие, но это смешно. Но при тех возможностях, которые есть в России, если вы предприниматель, действительно, то есть если вы не заклинаете себя там мантрой, я предприниматель, и тут же у вас выходит на второе место, помогите мне. Это не предприниматель. Если вы действительно предприниматель, вы найдете деньги. Я могу десятки, сотни примеров молодых людей, с которыми я общаюсь, которые под идею находили деньги, успешно реализовывали эти идеи. А сейчас у них миллионные обороты. Вот буквально утром общался Федя Овчинников. Кто знает Федора Овчинникова? Супер. Это Додо Пицца из Циктовкара. Ну вот он публично ведет свою деятельность. Всего лишь пиццерия. Да, вот казалось бы, все мечтают в IT, высокий инновационный технологический бизнес. Это пиццерия. 195 миллионов рублей у него выручка была за апрель. Он открыл пиццерию в США, в Черногории, в Словакии и так далее. Я противник скорее вот такой раздачи денег, а тем более, когда мы не понимаем, какой эффект от этих денег. То есть Министерство экономического развития ежегодно последние 5 лет раздавало 16-18 миллиардов рублей. Статистика неумолимо показывает нам, что количество субъектов малого бизнеса сокращается. Математика не сходится. Куда? Что мы удобряли этими 16 миллиардами рублей, мне непонятно. Я считаю, что это неэффективно. Если это какая-то социальная акция, дать 300 тысяч рублей, чтобы человек прожил там полгода, тогда надо так и упаковывать. Если все-таки это бизнес история, то на выходе должны быть рабочие места, должны быть налоговые поступления в перспективе. Мы этого не видим. Поэтому сказать про меры поддержки, наверное, не верно, а точно, государство должно поддерживать науку, должно поддерживать стартапы высокотехнологичные, потому что там зачастую нужны большие вложения на старте. Беусловное собственное производство. Не все у нас получается пока, я имею в виду бизнес-сообщество и у государства, но вода камень точит. Я надеюсь, что с появлением агентства, как оно называется, агентство, там в малом бизнесе что-то такое, да? Корпорация. Вот аж корпорация целая. Вот корпорация и там массу всего у нас настроили. Я думаю, что-то получится. Но как резюме, да, 300 тысяч – это не то, за что надо бороться. Наверное, коворкинг-центры, наверное, промпарки. Но опять же, есть регионы, где промышленные парки, бизнес-инкубаторы строятся в зависимости от спроса. То есть вот вас опросили, что вам нужно, да? И сделали. У нас есть бизнес-инкубатор. 178 километров от административного центра ехать. То есть там бизнес в принципе не живет, там такое село. Кто им подсказал там сделать? Потратили деньги, отчитались, теперь не знают, на чей баланс его перевести. Это тоже про эффективность бюджетных расходов. Ну, в общем, это такая общая беда. Я думаю, что предпринимателю надо в первую очередь не мешать, а мучить его сегодня 300 тысяч – это как наркотик. Вы же мне 300 дали, дайте еще. У меня много таких силоветов было. У меня даже предприниматели Москвы, когда с ним сносились ларьки, облили краской, потому что я их не поддержал. Была такая история, 4 года назад начали сносить ларьки. Это просто был апокалипсис какой-то там, в майках скорбим по малому бизнесу, какие-то плакаты. Я так проникся, что позвонил Собянину, говорю, что же вы делаете? Он говорит, слушай, ну приезжай. Вот мы с комиссаром сидели до утра и разбирали эти сюжеты. Оказалось, что за этими ларьками там никакой не малый бизнес. Он на 95% поделен между группировками. Владеют ими достаточно крупные предприниматели. А поскольку для них льгота по аренде, бюджет ничего не получает, формально ИП, этот ларек там заведует. Ну и в общем мы не поддержали. Тех, кто действительно появлялись предприниматели, поддержали, там единичные случаи. Ну вот, облили краской, сказали, негодяй в сговоре с Собяниным. Вот. Ну давайте разочарование. Разочарования нет. Надо работать, менять ситуацию. Когда я пришел, у меня некоторые коллеги из нового созыва, которые были в предыдущих созывах, они приходили и первое, что они говорили, говорят, слушай, вот я рекордсмен по количеству мероприятий. А поскольку у меня есть пункт такой, я ненавижу процесс ради процесса. Мне нужен какой-то результат, к чему-то двигаться. Я его спрашиваю, здорово, и чего вы достигли вот в своей сфере. Он абсолютно серьезно даже вопросов не понял. Для него главным ключевым показателем его эффективности это были нон-стоп мероприятия. Их действительно было много, они были под разными названиями, в общем-то один и тот же люди собирались. Вот это было разочарование, у нас этого сейчас, ну я считаю, поменьше, хотя я стараюсь и не имею права и стараюсь не влиять на этот процесс, но мы с коллегами комиссиями общаемся и пытаемся сориентировать друг друга на некий результат. То есть есть запрос общества, давайте на него отвечать. Вот, наверное, единственное. Про другие вещи я не буду там говорить, потому что это не будет по отношению к многим некорректно. Но в целом общественные палаты предыдущего созыва сделали много хорошего. Хотя бы один только закон о общественном контроле, чего стоит. Я считаю, что это большой шаг вперед. И, кстати, ОНФ является субъектом общественного контроля. И на самом деле модель вот того самого общественного контроля сейчас реализует очень успешно. Мы изначально на первой встрече с президентом заявили о трех направлениях основных для общественной палаты. Первое – это нулевые чтения, это экспертиза законопроектов. Здесь все оцифровано и, в общем-то, можно прикрутить даже там критерии качества. За 2014 год было 4 проекта, за 2015 – 37 проектов. Причем были проекты, по которым мы так и не согласились. Это территория, приезжающая в развитие, свободный порт Владивосток и некоторые другие. Вторая функция – это социальный лифт. Здесь я считаю, что это наибольшее достижение, потому что мы постарались через инструменты онлайн, коммуникации и оффлайн, больше выходить территории. Сделали, я считаю, очень успешный форум сообщества, итогом которого десятки тысяч активистов. Только на финальный форум 3-4 ноября за свой счет приехало 5,5 тысяч человек. Это люди, которые не по разнарядке. Значит, у нас там не было обещания, что будет президент или не будет. Они поехали, потому что им было интересно. Форумы сообщества в этом году тоже проходят в каждом округе. Вот на них мы определили потребность людей, вышли с инициативой к президенту. В частности, что нужен еще один грант-оператор, который будет поддерживать только НКО, работающий на селе и в отдаленных территориях, в малых городах. Грант-оператор этот появился – 480 миллионов рублей. Для НКО на селе получить 500 тысяч поддержки – это огромные деньги. Уже первая волна прошла. У меня очень многие коллеги, товарищи из либеральных таких СМИ, либеральных взглядов. Как только указ вышел про фонд Перспектива, это фонд как раз про сельские НКО, начали звонки такие. Говорят, как вы-то будете сейчас выкручиваться? Своим же будете раздавать? Деятельность фонда абсолютно прозрачна. Абсолютно. Есть сайт, каждая заявка. Можно задать вопрос, можно позвонить. Ну, то есть прозрачнее еще у нас процедуры, наверное, вообще в стране не было. Первая волна – 450 заявок, и только 32 из них из Москвы. Я думаю, получат не больше трех из Москвы. Остальное – это село, это малые города. Здесь мы абсолютно прозрачны. Еще раз повторюсь, это был запрос. Вот мы приезжали в территорию, мы постарались пригласить из этих сел тех самых активистов. Они говорят, слушайте, к нам деньги вообще не доходят. Вот гранты президентские, региональные практически не доходят. Давайте отдельный грант-оператор. Получилось. Еще один грант-оператор получился для ресурсных центров. В эту субботу-воскресенье начинает работу корпоративный университет общественной палаты. Это такой совместный проект с Грефом. Мы сначала его будем 3 раза проходить за ней общественной палатой. А дальше итоговый вместе с Германом Оскаровичем мы проведем такой трехдневный, такой очень классный всеобучь в кампусе у Сбербанка под Москвой. Поэтому социальный лифт, я считаю, что вот здесь редко даю оценку положительную, я считаю, что у нас получилось. То есть мы сопровождали активистов, вот таких же людей, как вы, абсолютно без какого-то административного ресурса, сопровождали их в выборах в 2015 году. И у нас уникальные кейсы есть. Например, малый бизнес, предприниматель, Яков Казацкий, Калужская область, Калуга. Когда я с ним общался, он мне говорил, слушай, перестань в иллюзиях. Где мы, где политика? Нам заказан туда вход, это просто не про нас. Я говорю, ну ты попробуй. В городе, в законодательном собрании города Калуги были выборы, он их выиграл. Выиграл в одни ворота, как говорится. За явным преимуществом. А сейчас он участвовал в праймерис. Он беспартийный. И это важно. Занял пятое место из 12. Никто никого ничего не прикручивал. Никто там не заносил, не выносил. Наблюдателей были сотни. Это просто к теме. Я не говорю, что так во всех регионах. Но для нас это тоже элемент социального лифта. Анна Кузнецова, замечательная, она, кстати, руководитель второго грант-оператора, нового, благотворительный фонд Покров. Полтора года назад я увидел ее в Пензии, она свой проект представила. Она помогает одиноким матерям и детям в трудной жизненной ситуации. Она выиграла, вообще выиграла в Пензенской области праймерис. То есть это нонсенс, там по потолку все бегают, значит, что-то, видимо, упустили. С большим отрывом. Она лидер общественного мнения там. Конечно, мы ей помогали. Не финансово, а вот административно, через СМИ и так далее. Всего у нас, ну так, около 100-150 активистов, которых вчера еще никто не знал. Но, мало того, власти региональные по большому счету не нужны, потому что они со своей повесткой. Они у нас сейчас в федеральной повестке. Вот это вот вторая функция наша, социальный лифт. Я могу долго об этом рассказывать, я считаю, что она удалась. Ну и третья функция, это формирование общественных советов при федеральных органах исполнительной власти. Завтра у нас будет 8 общественных советов собираться. Очень сложная тема. То есть при министерстве, общественные советы, опять сейчас скажу, будут меня там критиковать все, но зачастую это была такая бутафория. То есть у нас есть общественники, которые в 25 общественных советах. То есть вот они ходят, участвуют в общественных советах. Мы постарались все-таки изменить ситуацию. И если посмотрите сейчас на Минприроды, то там много представителей из регионов. Не от губернатора региона, а из регионов. И мы их отбираем, общественная палата. 75% мы их абсолютно открыто формируем. Очень высокая турбулентность у министров, очень высокая. Мне каждый звонит, значит, министр, слушай, ты видел вот эту фамилию? Да это все, это ты понимаешь. Я с ума сойду с ней там или с ним. Там, я везду, сходите с ума. Но она про что? Ну вот я хочу, чтобы бюджет мы открыли. Таким, конечно, открывайте бюджет. Так надо, если тебе не за что там скрывать, то вы должны открыть бюджет и рассказать, куда вы, чего вы. Ну ты понимаешь, на консалтинг 820 миллионов. Ну объясняй. А она тебе объяснит, что 80 миллионов нужно. Ну и так далее. Поэтому вот третья функция, если нулевые чтения и формирование общественных советов есть еще куда работать, что делать, то, повторюсь, социальный лифт – это то, что у нас, я считаю, заработало. Поэтому вот про разочарование и успехи. Но много еще чего нужно сделать на тему узнаваемость, неузнаваемость. Ну, конечно, как это, в общественной палате не дерутся там, друг друга чем-то не обливают. И поэтому мы, как это, the good news is not news. Мы в этом смысле не очень интересны. Поэтому я думаю. Но если вы приездите, допустим, у нас скоро форум в сообществе в Екатеринбурге, тысячу мест, 9 тысяч заявок на участие. Это абсолютно честно. Приглашаю всех 3-4 ноября. Запомните, будет форум в сообществе финальный. Попасть будет очень сложно. Регистрацию заранее мы сделаем. Поэтому это просто по интересам. Вот здесь в аудитории это объективно, это нормально. Наверное, нет пересечений, нет интереса. А в территориях палата заметна. К сожалению, не так заметны региональные общественные палаты, но общественная палата России, я считаю, что заметна. Вы знаете, обобщать готовое гражданское общество, это очень сложно. Можно задать такой вопрос. Готов я боюсь за ЦСКА. Готов ЦСКА стать чемпионом или нет? Конкретный клуб, значит, с конкретным набором возможностей. А гражданское общество, оно очень неоднородно. Я готов говорить про себя. Вот понимаете, если я буду всех агитировать за ЗОЖ, но при этом, значит, вот сейчас выйду, скажу, ребят, все спортом занимайтесь, а пойду пиво пить там или похмеляться, это будет неправильно. Если я вещаю с трибуны про села и малые города, а сам там не был, то это очень дешево. И понимаете, здесь все зависит конкретно от человека. Да, побудительных мотивов много. Вот вы говорите про менталитет, среднестатистический россиянин, на мой взгляд, у него очень здорово, где-то внутри на подкорке сидит, причем любого возраста, чувство патриотизма. Мы видим, как после Сочи, до Сочи, критика-критика, все плохо-плохо, все там, все, лед провалится, олимпиада блестящая, финал, финиш 50-километровой дистанции, мужчин, подиум наш, ну что еще может быть? Вот я вижу и общественная общественная палата, сколько проектов появляется, волонтеры, вот люди, которые готовы участвовать вот в этой гражданской активности. Побудительный мотив. Там Крым, побудительный мотив. Локально в регионах есть побудительные мотивы, но при всех ситуациях люди есть, которые экспертизой занимаются по всем вопросам в Facebook, вот по всем вопросам, они не пойдут голосовать, но будут критиковать любые итоги выборов. Значит, они не пойдут на субботник, но будут говорить, что все загажено. Они не напишут, вот у меня совсем недавно был сюжет, я ехал в машине, и на светофоре пепельницу, человек в окно. Ну я так воспитан. И значит, я вышел и попросил все это убрать. Он не убрал там, послали, еще что-то. Понимаете? Но ведь большинство не выйдут. А это и есть картинка гражданского общества. Мы говорим, как классно в Европе, посмотрите, там чисто и так далее. Я могу, я очень много бывал в Европе, пытался инвестировать деньги туда. Первое. Жесточайшие законы, о которых мы даже и не предполагаем. Сейчас у нас вот либеральная такая часть населения говорит, там закручивают, там НКО, политическая деятельность. Такая ерунда. Жесточайшие законы. Попробуйте пепельницу вытряхнуть. Такой штраф будет, несоизмеримый с нашими. Это первое. И второе. Там каждый человек в этой ситуации, вот и чувствует себя элементом гражданского общества. И он не относит на то, что кто-то должен уборщица, там или уборщик прийти и выбросить. Он позвонит и скажет, из такого-то номера машины, вот это сделали. Вот два главных элемента. Ничего больше. И там глава страны, муниципалитета, там и так далее, это вторично. Поэтому готово или не готово, наверное, большая часть готова. И мы это видим. Но опять же, вот как-то причесать, готово ли гражданское общество, очень сложно. Еще раз. Побудительные мотивы есть, больше гражданской активности. Но все зависит от каждого из нас, здесь сидящих. У нас в Йошкар-Оле был форум общероссийского народного фронта. Я год назад, есть премия общественной палаты, я гражданин. Я познакомился вообще с потрясающим парнем. У него нет обоих рук. Одна рука у него, значит, чуть-чуть там. И он туда приделал какой-то такой протез. В нем столько энергии. Он волонтер. Он сделал столько проектов. За все время нашего общения он ни разу не сказал, что, ну вот вы видите, я такой, мне чего-то там надо и туда, и там, и вот президенту сказать ни разу. И я вспомнил перед Йошкар-Олой, я не скрываю, мы какой-то сценарий делаем. Кстати, вы посмотрите, кто на форумах ОНФ, скоро будет в Якутске 6 июля, кто выступают. Там такие люди, как вы выступаете. Никаких причесанных, там квази-общественников, никого там нет. Вот этот парень, я вспомнил про него, я говорю, слушай, позвонил, ты помнишь, мне говорил про год гражданской активности, приезжай, задай вопрос президенту. Вот я, если получится, чтобы на 18-й год был годом гражданской активности, вот он встал, сказал, Владимир Владимирович сказал, что почему бы нет, надо над этим поработать. Все зависит от нас. Вот вы же посмотрите, там любую тему вбросите в интернет, там же стойка экспертов. А потом попробуйте вывести там, какую-то активность живую сделать. Это будет гораздо сложнее. По крайней мере, у меня есть хороший товарищ, член общественной палаты, Дима Чугунов. Стоп Хам, знаете проект? Да. Вот. Он мне как-то доказывал, что слушай, у меня там подписчиков и так далее, там миллионы. там была определенная ситуация, 50 человек вышло. Понимаем, о чем говорим. То есть в интернете вот мы все активны, мы готовы критиковать, оскорблять, а в жизни что-то сделать. Я не помню, кто сказал, по-моему, Юрий Никулин, великий, что если я человеку, у которого чуть больше возможностей, поможет человеку, у которого чуть меньше, все будут счастливы. Формула достаточно простая. Сейчас вот интересно, извиняюсь еще, могу, да? Интересная дискуссия идет. Вот вырвались контексты, у Медведева, что денег на пенсии нет, но вы там держитесь. Ну, во-первых, речь была не об этом, но мне очень интересно, у нас были УНФ, общая сельско-народная фронта с бывшим губернатором Сахалинской области, Хорошавиным, были особые отношения, мы его критиковали за расточительность, за барство, за коррупцию. Он пытался нас там пушить. Ну, знаем сейчас, что происходит. У него сейчас официальная информация, суд решил изъять миллиард рублей. Я посчитал, это можно 41 500 пенсионеров проиндексировать на хотя бы 2000 рублей пенсию. В общем-то, речь идет о чем? Ну, есть у кого там поискать и сделать. С одной стороны, а с другой стороны, у меня есть подшефные, это Кировская область, город Орлов, спецучилище, там малолетние бандиты, из очень сложных семей, в основном сироты. Вот он что-то украл там какую-то колбасу либо грабеж и так далее. Вот мы с ними работаем и некоторых я сопровождаю после того, как они освободились. Сколько у нас сейчас? 6? Сейчас 6. А программа уже давно работает. У меня есть ребята, которые, он уже капитана получил, у него двое детей. Это не очень сложно. Если каждый из вас хотя бы, так сказать, в общении возьмет такое шефство, вот сколько у вас человек, представляете, у кого кривая жизни изменится в позитивную сторону. Поэтому про гражданское общество можно, конечно, так вот здесь дискутировать, но лучше самим что-то начинать делать. Спасибо большое. Очень глубокий ответ. Да? Вопрос. Здравствуйте. Я Юриша Наттон. Я юрист, партнер Адмакатского бюро и является президентом философатора нашего университета. Мы входим в ту категорию предпринимателей, которые не глядят деньги у руководства. Здройте нам, пожалуйста, на шахте. Мы в розыске в одном месте работаем. И, собственно, вопрос заключается в том, что мы полностью работаем с компаниями как с заказчиками, так и с поставщиками по 44-му и 223-му закону, собственно, для тех, кто не знает, это закон о закупке в государственной газе. На данный момент нормы данного и одного и второго закона не содержат тех необходимых гарантий для малого предпринимательства, которые позволяют принимать участие в той или иной закупке. Совершенно простой пример, как положим, на крупные монополии ГАСТО, Роснефть, которые работают по 223-му закону, собственно, прописывают в акционной документации такие условия, что, собственно, никакого малого предпринимательства никогда в жизни не принять участие в той или иной закупке. Я ремарку сделаю. Сотрудник или работник предполагает договор, еще раз громко член, скажите. Да, да, хорошо. Ну, да, на добровольных общественных началах второй вопрос. Да, я просто прокомментировал. Да, это первое. Второй вопрос. Так как вы постоянно находитесь в контакте с руководством страны, есть ли в мах руководства какие-то идеи относительно привлечения молодых предпринимателей, ну, скажем так, вообще развития предпринимательства, потому что настоящая молодежь отопечается, почему? Это чиновники, стабильная зарплата, агентсия, собственно, или там обраны правоохранительные органы, потому что я каждый раз с этим сталкиваюсь при курорских проверках или проверках департамент экономических безопасностей, проверим тем, что признание рассуждает. Не знаю, чем делать свой бизнес, просто молодежь боится делать свой бизнес, потому что как минимум в районе 30 или 40 проверяющих пользователей. В общем, какие идеи у вас в городе ну хорошо, третий вопрос не про космос был, иначе запутался. Первый вопрос 44-й, 223-й филиальный закон. Спасибо. Вы студент или уже предпринимательный? Нет, я уже студент. Здорово. Ну, во-первых, предложаю сотрудничеству проект за честные закупки, но мы воюем с Министерством экономического развития и по 223-му филиальному закону у нас масса инициатив была и по 44-му. Вы совершенно правы в том, что доступ к государственному заказу это огромный пирог из 21 триллиона счета. Ну, короче говоря, для малого бизнеса почти только по 44-му филиальному закону 900 миллиардов рублей. Это огромное подспорье. А 223-е сейчас закупили госкомпанию, я не готов сейчас оценить. С одной стороны. С другой стороны, ну, в общем, я просто предлагаю профессиональную дискуссию сейчас не продолжать. мы обменяемся контактами, пожалуйста, на наши все мероприятия и активно участвуйте. А есть другая история. Вот, некий, знаете, я очень помню хорошо, одна из тратсессий, у меня струбанки, сидит предправление, зампредправления, говорю, так, нам надо автокредитование развивать. Еще ничего не сделали, только мысль была, покорить топ-50 банковского рейтинга. Предправление такое в расслабленном состоянии, значит, так, ну, что вы смешите народ-то. Это было 10 лет назад. Мы опоздали лет на 5. Все, рынок поделен. Ну, куда вы с нашими продуктами? После нас, человек ничего еще не попробовал, но просто у него такое было предубеждение. Входит в Москве из одного ресторана в другой ресторан, видит рекламные билборды, значит, ты уверен, что рынок уже поделен. После того, как мы вошли на рынок, у нас это был самый прибыльный продукт, а еще 70 игроков вошло, и рынок был далеко не поделен. Я к чему это говорю? Есть некое предубеждение. Молодой предприниматель или не молодой предприниматель, да что с этим госзаказом там ничего не получишь? неправда. Ну может быть вот из-за того, что вы каждый день участвуйте, вы надоели там всем и вас уже да. Ну я уверен, мы с вами пообщаемся, вы увидите, как люди получают госзаказ. Проблема есть. И свои изм, и свои компании, прикормленные главе регионов, миссия, это все, даже это крамолу скажу, это нормально. Просто какой процент этой нормальности? Но многие предприниматели получают государственные заказы, получают заказ в госкомпаниях. Далеко до 15% квоты, где-то 5,5% только, и в том числе по тем причинам, по которым вы указали, с этим надо бороться. Очень сложно, вы понимаете почему. Но еще раз говорю, ситуация неоднозначна. Есть масса у меня знакомых, которые нормально работают с госзаказом и услуги и поставляют. Есть ситуации, которые мы берем под контроль, например, был форум, 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 забыл где, с президентом, мы указали на ситуацию, что в Калининграде Минздрав для диабетчиков покупает эти полоски западные, а у нас есть отличные уже аналоги в России. Мы изменили ситуацию, сейчас покупают российских производителей, а это почти 2 миллиарда рублей в год. То есть это огромные деньги. Поэтому давайте будем работать. А вот второй вопрос, из разряда есть ли идеи и так далее. Я не так близок с президентом, чтобы идеи и планы, ну конечно они есть. Другой вопрос, я вам скажу так, опора России, деловая России, торгово-промышленная палата и Российский союз промышленников предпринимателей долгие годы проигрывают. Проигрывают сами себе. У нас была классная ситуация со знаком минус. 2010 или 2011 год и 2013 мы встретились с повышением страховых взносов для индивидуальных предпринимателей. Все, все бизнесы общества поднялись как один. Критика власти, что это такое. А где мы были раньше? Мы где были раньше? и председателя правительства и президента убедили в том, что это необходимо, в том, что это будет посильная фискальная нагрузка на бизнес. Они согласились. А мы, вот Бричалов, не смог убедить. С одной стороны, он предприниматель, знаешь, такой маркетинг, а здесь мы били по хвостам. Мы не смогли убедить. Поэтому вопрос не в том, что у них планы есть и идеи, а вопрос, какие у нас планы и идеи? Можем ли мы их упаковывать и добиваться их реализации? Отвечаю, нет. Бизнес сообщества, к сожалению, занимаются перетягиванием канатов. Кто бы среды президента добежит? От этого выше статус бизнес сообщества, больше и так далее. Мне стыдно об этом говорить, но это действительно так. Это привет Борису Титову, моему другу и товарищу, классному предпринимателю, но никакому общественнику, как и я. Вот. Поэтому вот если бы мы консолидировали свои усилия, мы бы не занимались трепом из года в год о том, что малый бизнес загибается, так уже мы виноваты в первую очередь. вот виноват Бричалов два года был президентом опор России, виноват Репик Леша, Титов. Понимаете? Мы не смогли упаковать и дожать эту ситуацию. Хуже всего, если мы будем говорить, что у них там планов или идей нет. Вот это вот хуже всего, это путь в никуда. То есть я-то Д'Артаньян, а они все. Вот эта ситуация, она тупиковая. Надо в первую очередь к себе. ли ты испробовал в достижении цели? Я могу откровенно сказать нет. Потому что информация про страховые износы была за год до этого. И мы там как-то письма писали Голикова тогда социальный блок вела. И мы что-то там эмоционировали на канал кто-то сходит на Россию 24. А когда это случилось, вот тогда мы развернули сбор подписей сто с лишним тысяч там. эти декларации анализировали, шуваловым комиссию сделали и приостановили. Но 500 тысяч индивидуальных предпринимателей как корова языком слезала. Поэтому за них прежде чем говорить давайте про себя. Вот мы не справились. И до сих пор ситуация точно такая же. Кто чего? У Бориса там 227 предложений в экономическую программу. У опоры там 100 предложений. А заходит с одним предложением министр и убеждает президента писателя правительства. в общем наверное ситуация конечно не такая вот прям как. я привык просто в первую очередь претензии к себе нежели к руководству страны. Поэтому надо работать то что хочешь чего-то достичь правильно упаковывать и добиваться не то что эпизодически эмоционально. а вот каждый день каждый день а по россии 8 лет боролась чтоб кассовые аппараты отменили но отменили но мы вот долбили на каждом форуме и медведеву и путину и подписи регионов там вот смогли а глобально по сути по честному ничего не изменили хотя это тоже лукавство проверок стало меньше сейчас уже наоборот все обратно в общем давайте работать есть чем заниматься проверок стало реально меньше бизнесу стало легче дышать на самом деле бизнес инкубатор ваш не проверяют проверяют другие структуры да предприниматели и делаем трансляцию на текущий момент мы раз в неделю собираем 200 тысяч студентов по аудитории они смотрят через интернет трансляцию я хотела спросить про ваш личный опыт в какой момент у вас в голове про этот платный подбанк в принципе я могу идти не работать не по найму а именно стать предпринимателем и что самое главное сейчас нужно в первую очередь донести до молодежи чтобы они действительно смотрели на это четко поставленный вопрос таким прям я вспомнил лет 7 назад я на Селигере на 8 лет назад был но спасибо за вопрос не буду продолжать тему эту значит когда у меня трансформация произошла я учился хорошо в школе но у меня с дисциплиной были большие проблемы и меня мама с папой слава богу спасибо им определили военное училище я хотел из Краснодара в Москву в МГУ а поступил в Краснодарское военное училище закончил его тяжко я его заканчивал но закончил с отличием значит а поскольку там очень жесткие рамки очень жесткие поверьте очень-очень жесткие а я поступил в 16 лет то конечно это такой где-то должен быть какой-то окно должно было быть с кислородом с кислородом и это был 90-й год фантастическое время когда все в голове у всех и вся менялась мне повезло в нашей роте было много креативных ребят которые так же как и я читали Огонек там Нева для вас это может быть не очень понятно но просто в 85-го года пошел такой поток информации мама работала все из печати папа любил книги читать в общем я много читал у меня с этим были проблемы на первом курсе я был частый гость гауптвахты ну в общем я любил спорить там то песню не пою строим то там еще что-то не делаю ну в общем у нас много было креативных ребят и попала нам в руки такая книжечка знаете как на туалетной бумаге такая напечатанная это не как сейчас там полиграфия шикарная какое-то безумное название все в одном и маркетинг и менеджменты и что-то еще там и наука в общем мы прочитали и вдруг поняли что бизнес спасет мир надо заниматься бизнесом а военнослужащим нельзя заниматься предпринимательской деятельностью но в общем трансформация произошла не потому что вот я не военный и не служащая предприниматель потому что надо было вот что-то в противовес военной службе а вот и вот с первого курса мы занимались предпринимательством электрошок и удочки мы недолго производили потому что в это время распиливали на лом заводы и заставляли их пилснер этим пивом то есть там торговля была но я занимался торговлей чего только я не приносил надо было в 5 утра встать когда ты сам уходишь из части это сам самоход надо было перейти через забор с двумя рюкзаками сбегать на колхозный рынок там купить кучу этих твиксов сникерсов прибежать до подъема значит вот этим я занимался сигареты ну в общем все шло это было прекрасное время я был таким эксклюзивным поставщиком все это и вот но шутки шутками в конце выпуска я купился квартиру однокомнатную вот поэтому я не могу сказать вот как это у меня произошло какой естественным образом как в противовес у меня не все было благополучно с предпринимательской деятельностью два раза был банкротом причем не юридически по решению суда а вот был кучу денег должен это классное состояние тогда это был конечно стресс но вот это из зоны комфорта выход в оба раза поднимался ну ни о чем в общем-то не жалею хотя конечно сейчас в авантюре уже стараюсь меньше влезать а про молодых людей хоть информируй хоть не информируй не лучше информировать но это что-то должно быть здесь вот я не знаю вот молодой адвокат сказал что лучше идти в чиновники или правоохранительные органы да 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 я про это и говорю вот мнение большинства тех с кем вы общаетесь ну наверное это так и есть но это не сейчас и не вчера и не завтра среднестатистический процент тех кто видит себя предприниматель он такой же и будет примерно потому что предпринимателям ну это надо там это большой труд это нужно иметь к этому какую-то там отдельную хромосому не знаю то есть не может быть каждый человек предпринимателем вот в чем дело поэтому гнаться за числом и так далее есть вот позиция такая там в прокуратуру и так далее у меня мое окружение это больше все предприниматели причем молодых у меня был шок у нас есть опоры премия бизнес успех я столько открываю людей да я просто счастлив от этого из таких мест вот на новый год же дарят подарки я там разбираю и такая упаковка из таких маленьких баночек с джемом в гостиницах в хороших гостиницах холидеин и так далее на завтраке они вот знаете наверное о чем идет речь я был уверен что это германия польша турция это делает наш парень в пермском край даже не в перми вкус потрясающий я подарил и президенту и промоутером выступаю хотя мы с ним даже не знакомы понимаете вот почему он стал предпринимателем и вот вам кстати его с Володей свяжитесь вам его пригласить надо вот ну наверное что-то у него здесь к этому и в ситуации когда большая часть идет прокуратура или чиновников он идет к предпринимателям там Федя Овчинников все же смеялись над ним что говорили что не поднимешь никогда денег первый у него первый шаг у него был 80 миллионов рублей он не пошел к инвесторам он поднял через интернет я купил акцию поэтому здесь очень сложный ответ за уши притягивать и уговариваешь предприниматель это наверное очень сложно спасибо еще вопрос здравствуйте меня зовут Марина центр молодежной политики РЭО у меня вопрос связан с поддержкой молодежных инициатив у нас в РЭО очень много проектов но вообще-то инициатива это не просто скажите пожалуйста в общественной информации и и классно это проинформированность но президентские гранты есть общественная палата через грант операторов является ну в общем оператором главным 9 грант операторов в том числе «Росмолодежь» и я считаю что и Сергей Поспелов и Ксения Разуваева они перезагрузили «Росмолодежь» и я им за это благодарен пожалуйста участвуйте если есть необходимость для специально для вашей аудитории сделать такой ликбез от грант операторов мы их пригласим к вам они подробно расскажут как это сделать и что но а есть еще и краудфандинг и у нас соглашение есть планета бумстартер что-то еще наверное в общественной палате соглашение с бумстартером и классные инициативы поднимают там собирают очень приличные деньги полтора два три миллиона рублей поэтому давайте просто на эту тему уже предметно пообщаемся мы сделаем для вас специальные презентации для тех у кого есть действительно инициативы инициативы очень классные получают финансирование мало того мы делаем такие стараемся бизнес привлечь к реализации тех или иных проектов вот на самом деле зайдите на сайт общественной палаты там много информации ну и обменяемся контактами договоримся да я везде и территория смыслов и и турупы и таврида и балтийский артек выиграю айронмен в голландии и поеду спокойно уже по всем городам и весь отличные планы спасибо еще вопросы какие то есть у нас надеюсь спасибо здорово кто-то уже сказал взятка это вот жанр такой да чтоб было больше интереса окей меня зовут миша я действенную шелченец как сказать правило что у членов здесь вы резидент безусанкубаза мы занимаемся и видеопродаж делаем модели на пике технического прогресса ну и соответственно пользуемся поддержкой правительства и университета наши может быть не в тем может быть а сначала должен сказать существующую шляпу за то что вы делаете ваши группы говорите очень классно послушайте и ваш фейсбук заслуживает очень большого раньше решение звезд но заслуживает глубочайшее уважение на ваши общественные действия это мой вопрос может быть глупый на самом деле мой вопрос для того чтобы просто начать своими делами задайте его уже смотрите в чем отличается я молодец молодой предприниматель мне 28 лет я посажу на команду средний возраст нашей компании 26 лет у меня 26 27 лет средний возраст сотрудников нашей компании у нас достаточно большой ну для нормального бизнеса возможно достаточно большой штат все профессионалы много даем возможности молодым ребятам очень развиваться ну короче тянем такую тоже общественную инициативу вот вопрос кто вы меня не узнал наличие уважаем вы знаете то что ему надо понимать потому что отчетность налоговую я даю как взрослый а прошли меня большого мальча и соответственно вот вопрос мне нужно как бы по себе написать и название компании поставить знаешь а зачем я просто знаю знаю я честно говоря года 3 назад я честно говоря я сделал ну так все околомолодежные предпринимательские теми помню что тогда молодец о том чтобы нести формулировку законодательства и понимать ну ну я здесь вряд ли смогу чем-то обрадовать может быть тоже глупый ответ будет а да значит ну я против градации каких-либо против человек наверное смысл в этом есть выделить женское предпринимательство в женском предпринимательстве выделить многодетных мамочек и так далее женская дошкольная а детская ну нет все возможно я я просто думаю что если зададимся вопросом а каков результат мы чего хотим то мы хотим и для чего мы выделяем молодежь мы думали над этим но я меньшей степени коллеги которые это больше интересно они больше думали мы не принимать для себя не смогли ответить на этот вопрос ну честно я еще раз говорю бизнес мне кажется у нас немножко такое искривленное понимание и отношение в целом и в обществе может быть правительство к нему я считаю что бизнесу главное не мешать если вас не идентифицировали как молодой или уже чуть-чуть не молодой не юный да вот ну это классно значит сдаете отчетности слава богу дополнительные какие-то маркеры для чего если это для системной государственной политики которую пока я не вижу это классно а вот для чего тогда если бы до тридцати лет и там перечень набор каких-то как там цены у вас рабочие места вы создаете если у вас голове вот ваш вопрос на него будет ответ вы сформулируете зачем это надо я готов лоббировать ваши инициативы потому что ответа нет на этот вопрос а зачем я могу сказать зачем налоговые льготы допустим в китае 7 лет начинающего предпринимателя у нас я вам объясню смотрите начинающим молодого или любого начинающего в разных странах по-разному есть где есть категория молодой предприниматель допустим по нормам он до 40 лет вот я считаю извините перебил вот смотрите ну к примеру вы там производите вот бутылка воды у вас какую-то упаковку супер уникальную как только выпиваешь последний глоток она там в пыль превращается экология чистая обалдеть вы подняли первые деньги два года проработали спрос на вашу продукцию больше чем вы можете сделать и вы готовы вот такой качественный рывок совершить но у вас денег на это нет вне зависимости сколько вам лет мальчик вы или девочка там пенсионер и так далее надо не от возраста не от гендерного принципа от продукта идти и вот вот в сша есть классная программа это называется бизнес акселератор когда предприниматель из малого бизнеса имея большой спрос на продукцию готов расти тогда он вступает вот в такую пятилетнюю по моему 9 лет пятилетнюю льготную по фискальным нагрузке вот категорию он налог на прибыль например не платит если инвестирует эти деньги в производство а это ну очень приличные деньги вот я за это то есть идти не от вот картинки там мальчик девочка возраст так далее от содержания если повторюсь уникальный продукт который можно там вывести на миллиард плюс наверно то ему конечно это должна быть специальная программа вот про это это а так вы знаете у нас человек который отдал там часть жизни своей допустим службы в армии причем он инженер он отставник выходит он тоже начинающий предприниматель но ему 45-50 чего делать у нас такие вопросы были когда мы вот на эту тему дискутировали вот я говорю что я другой какой-то и дайте мне тоже льготы понимаете если говорить вот идти дальше США госзаказ у него есть внутренние градации допустим для людей которые служили в армии но занялись бизнесом после отставки там есть ноль чего-то сейчас не буду углубляться в цифры но какой-то процент от госзаказа именно для этой категории есть для женского предпринимательства про молодежь сказать не могу поэтому я думаю что в этом направлении нужно идти исходить не от возраста гендерного принципа раз мы заговорили про регулирует не могу не задать вопрос ваше мнение у нас инвестируют в какой-то бизнес инвестиционные компании частные инвесторы фонды из прибыли после налогообложения но мне кажется хорошо бы стимулировало процесс инвестирования в бизнес если инвестируешь до налогообложения согласен если опять же ну вот в любой ситуации это неправильно потому что выделить категории приоритетных направлений если вот то о чем я сказал я за и мы президенту представляли эту программу тогда зам руководителя Минфина был Шадалов мой большой товарищ но он очень-очень сильный консерватор он сказал что жулики будут что-то тут химичить и ничего не получится но и все это умерло но надеюсь сейчас коленин президент опор России с репиком дожмут эту тему спасибо вопросы спасибо что 10 процентов был бы счастлив малый бизнес если было 10 процентов хорошо я не знаю что такая а а а а и 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 спасибо за вопрос забудьте вы на какое-то время про государство про политику про регулирование бизнес это уникальный торговый продукт в основе лежит если вы его нашли создали то в россии делать бизнес можно я ну давайте там нужно друзья женя демин кто пользуется зубной пастой сплата он в евро он сейчас экспортирует больше чем внутри продает вы думаете ему кто-то привел принес чемодан денег на попользуйся когда-нибудь отдашь да нет у него в бюджете рекламная статья реклама 0 знаете как он продавал он приходил сам с тюбиком магазин возьмите на реализацию мы вот соответствует ли фискальная политика реалиям и так далее соответствует сша налоги больше в германии налоги больше да можно говорить что там дешевле ресурсы очень много я считаю что и у меня есть опыт чехию я пытался инвестировать нас во первых там особо никто не ждет но не об этом речь у нас абсолютно нормально фискальная модель в среднем для бизнеса в среднем я не скажу простейское хозяйство там действительно нужны меры поддержки может быть отдельной категории граждан но бизнес это уникальный торговый продукт если вы нашли нишу то вам налоги 24 процента 36 процентов совокупный исход они будут ни почем ну поверьте вот давайте об этом думать они о том что как там государство регулирует и тогда тоже проблема но она уже вторичная я же вам слушайте федор овчинников он же где он же не где-то там на луне делает бизнес сыктывкар коми сыктывкар понимаете а знаете почему книгу приходили регуляторы там к нему штрафы выписывали у него все в белую все все в чистую он создал бизнес-модель такую которая может вот со время в нынешних условиях в россии быть конкурентоспособной и давать прибыль и прибыль больше чем там процент и все все остальное уже вторично а если ну я к вам не вы а вот предприниматель выходит какой-то идеи я уже придумал чего-то я уже решил уже рискнул вы мне дайте по гражданскому кодексу предпринимательство это на свой страх и риск я открывал проекты фиксирование не менее получались фиксировал убыток и закрывал их был банкротом должен был больше миллиона долларов никогда не обвинял что мне кто-то там мешал когда у нас банк был до 2007 года разные операции делал да к нам приходили и нам пришлось договариваться давайте будем откровенны это бизнес но после седьмого года нас все было стерильно вот сто процентов прибыль мы платили огромную и вот тогда когда нам маски шоу очередной раз пришли мы уже судились полтора года и выиграли и потом с решили что туда лучше не приходить там все равно ну разве что к новому году подарки дадут огню милиции тогда в общем поэтому вот мне кажется постановка вопроса у вас сама голове она она неправильно соответствует не соответствует если у вас уникальный торговый продукт у т.п. с одним из самых близких моих друзей сергей выходцев кто знает сергей выходцев кто летает в европу и идите free заходит один из крупнейших операторов regstar это сергей выходцев кто знает продукт такой вели йогурт и так далее это сергей выходцев каши быстров это сергей выходцев когда-то ну большая часть не знает была такая гадость напиток invite это сергей выходцев когда говорю суши такую химию привозил где ты колу пьешь или пью ну тогда отстанет меня то есть это примерно одно это сергей выходцев он никогда не говорил и серийный предприниматель что что-то там в россии там крутят там давят и так далее если ты создал у т.п. уникальный торговый продукт ты всегда найдешь и деньги и сможешь сделать бизнес отлично давайте завершаем последний вопрос подумайте кто его задаст последний вопрос вопроса нет будем резюмировать во первых спасибо за за общение если какие-то кто-то хотел задать вопрос не не задал то можно друг друга найти и продолжить общение подведу черту очень много вопросов было на тему ну не вопросов таких номер доколе и так далее все зависит от нас самих я это убежден на собственном примере и для того чтобы что-то достичь на ступеньку выше забраться нужно обязательно выйти из зоны комфорта в состоянии когда все хорошо и тебя ничего не тревожит и трудностей нет редко чего-то достигнешь поэтому не стесняйтесь и не бойтесь выходить из зоны комфорта все получится спасибо спасибо вам большое у нас небольшой подарок для вас александр не можно не буду одевать да есть желтая майка лидера у нас классная толстовка с логотипом университета я думаю что не будет удобно в холодное время тренироваться ну еще там некоторые сувениры